Добрый день. В этом видео мы поговорим о домашней странице для систем показателей BC Design Online. Передо мной, собственно, это домашняя страница. Давайте посмотрим на те части, которые здесь мы можем видеть. Здесь у нас есть некая панель с кнопками. После этого идет область, в которой размещены системы показателей и такие вот папочки с группами. И также справа у нас есть меню, которое нам дает доступ к дополнительным возможностям программы. Давайте поэтапно поговорим о каждом из этих элементов. Первый элемент – это кнопка «Создать», которая нам, собственно, позволяет создать либо новую систему показателей, либо добавить одну из таких вот папочек для того, чтобы нам было легче организовывать нашу систему показателей. По возможностям создания новой системы показателей, программа нам дает вот такие варианты. Три варианта на самом деле. Первый вариант – это создать пустой проект, в котором будет только четыре стандартных перспективы от Balanced Scorecard. И, собственно, исходя из этого проекта, уже можете добавлять новые цели, новые индикаторы. Второй вариант – это создать проект, используя шаблон, готовый шаблон со стратегической картой, с индикаторами для одной из тем, которые здесь вот есть в наборе этих шаблонов. Шаблоны постоянно изменяются, постоянно добавляются, поэтому поищите в шаблонах те шаблоны, которые интересны вам. Ну и третья опция, она подойдет для тех, кто еще не очень понимает, что такое система сбалансированных показателей, как ее строить. В этом случае можно выбрать эту опцию – мастер. Что она делает? Она задает вам ряд вопросов, и ваши ответы собирает, записывает и перерабатывает. В результате дает возможность создать систему сбалансированных показателей. Вот такую простенькую, но, тем не менее, для начала это тоже интересная опция. Что у нас еще есть в меню «Создать»? У нас есть опция «Группа», «Добавить группу». Что это нам дает? Давайте попробуем, добавляем группу, введем, допустим, название индикатора и сохраним ее. Появилась такая папочка. Соответственно, мы проекты, которые у нас есть, мы их можем переместить, вот эту папочку как-то реорганизовать, используете стрелочки здесь «Подвигать». То есть это элементы, которые нам позволяют лучше организовывать нашу систему показателей. Ну, собственно, корневой элемент можно поменять вместо «Моя компания», и указать конкретное имя вашей организации, потому что, скорее всего, система показателей, они будут описывать деятельность вашей организации. Далее. Как у системы показателей, так и у папочки. У нее есть кнопка «Настройки», которая дает возможность какие-то детали указать. Для системы показателей свойств немножко больше. Ну, в частности, интересно вот это свойство «Комментарий». Помимо этого, есть кнопка «Поделиться». Про нее записано отдельное видео, к которому вы можете получить доступ, нажав на эту иконку. Эта функция позволяет организовать права доступа на уровне как проектов, так и конкретных индикаторов, и, собственно, организовать командную работу для ваших систем показателей. Давайте посмотрим теперь, что у нас есть в меню. В этом меню у нас доступны две интересных опции. Первая опция — это «Настройки». Опять же, отдельно о них поговорим. О всех настройках об администрировании аккаунта. И опция «Пользователи». В этом случае, опять же, есть отдельное видео руководство. Речь идет о тех пользователях, которые имеют доступ к системе. Там уже можете решать, хотите ли вы добавлять туда ведущих пользователей, которые могут менять, добавлять различные вещи, добавлять индикаторы, добавлять цели. Или вы хотите добавить только пользователей с правом просмотра. Ну и под конец хотелось бы поговорить о такой вещи, как вот эти вот графики, которые здесь у каждого проекта будут выводиться. Что это за графики, откуда берутся эти цифры? Давайте откроем этот проект. И здесь мы видим, что нам показывается 84.44%. Что это такое? Это цифра, которая берется от корневого элемента этой системы показателей. То есть она вычисляется, когда мы вычисляем данные по всем перспективам и, соответственно, по всем элементам внутри этих перспектив, в итоге мы получаем вот эту цифру. И на закладке «Контекст» для корневого элемента мы можем указать, каким образом мы хотим визуализировать этот элемент вот, собственно, на этой домашней странице. Давайте посмотрим. Можем поменять иконки, например, на иконку шкалы, а вторая иконка будет, пусть будет, например, стоп-лайт, стоп-сигнал. Сохраняем проект и обновляем домашнюю страницу. Мы видим, что действительно поменялись эти иконки. И таким образом для каких-то систем показателей нам не обязательно каждый раз их открывать, каждый раз смотреть, каково их значение, каково их статус. Можем таким образом получить предварительное представление о том, каково их состояние по вот этим данным, которые зависят от главного элемента в системе показателей. Поговорили в этом видео про меню, про создание индикаторов, создание проектов и про организацию систем показателей, используя вот эту древовидную структуру. Уровни здесь можете, естественно, создавать, сколько вам будет удобно. Все это сделано для того, чтобы было вам быстрее и удобнее работать с системами показателей. Если у вас есть какие-то вопросы, то, как всегда, можете связаться с нами, используя контактную форму.